Здравствуйте! Меня зовут Наталья Павлюк. Я врач-диетолог. Сегодня я хотела бы поговорить про употребление орехов и их влияние на риск сердечно-сосудистых заболеваний. Некоторые люди отказываются есть орехи, потому что они думают, что орехи приведут к набору веса, потому что орехи вредны для сердца, вредны для желудка и вообще для всего желудочно-кишечного тракта. Но на самом деле это скорее распространенная ошибка. На самом деле орехи очень даже полезны для здоровья сердца. И вот хотелось бы перейти к новому исследованию. Исследование, безусловно, это маленькое, это просто наблюдательное исследование. Уровень доказательности не очень-то и высокий, но тем не менее оно заслуживает внимания. Вообще, почему мы говорим про сердечно-сосудистые заболевания? Сердечно-сосудистые заболевания, чаще всего мы говорим именно про инсульты и ишемическую болезнь сердца и все последствия, являются основными причинами смертности. А орехи, да, они положительно влияют на различные факторы риска сердечно-сосудистых заболеваний. Вообще орехи входят во все практические рекомендации, которые даются людям с заболеваниями сердца. Вот это исследование, оно проводилось в США в рамках перспективной программы «Миллион ветеранов». Там вошло большое количество людей, почти 200 тысяч участников, и наблюдали их очень долго, с 2011 по 2018 год. То есть длительное исследование 7 лет. Вот и к чему пришли в результате. Оказалось то, что участники, которые редко или никогда не ели орехи, по сравнению с теми, кто употреблял орехи 5 раз в неделю и чаще, имели меньше риска сердечно-сосудистых заболеваний на 24%, потом меньше риска ЭБС на 22% и меньше риска инсульта на 19%. То есть это достаточно значимые и хорошие результаты, с моей точки зрения. И также было выявлено то, что арахисовое масло было не связано с риском инсульта. Когда исследователи это выяснили, они долго думали, почему так вышло. И с точки зрения исследователей, возможно, потому что в арахисовое масло часто добавляют частично гидрогенизированные жиры, то есть трансжиры, а они отрицательно влияют на заболевания сердца. Но в США это перестали делать в 2015 году, а в России должны были запретить и начать контролировать это с 2018 года. Вот, а исследование оно с 2011 года, поэтому, возможно, арахисовое масло и не показало никакого положительного влияния. И хотелось бы сказать, да, почему же орехи могут влиять на риск заболевания сердца. Возьму информацию из этого исследования и поподробнее ее расскажу. Почему? Потому что орехи богаты мононенасыщенными и полиненасыщенными жирными кислотами. Белком, клетчаткой, растительными стеролами, витаминами, минералами. Причем каждый орех имеет свой профиль питательных веществ. Если говорить про орехи, которые богаты полиненасыщенными жирными кислотами, например, омега-3 растительный, это, конечно же, у нас будут арахис, семена чиа, семена льна. Еще говорят конопляные семена, но там профиль этих пищевых веществ чуть похуже. Другие полиненасыщенные жиры содержатся практически во всех орехах. Мононенасыщенными жирами богаты у нас прежде всего миндаль. Ну и мононенасыщенные жиры также и в других орехах есть не в малом количестве. Если мы говорим про орехи, богатые белком, то это, конечно, будут прежде всего арахис, семена тыквы и семена подсолнечника, фисташки и миндаль. Вот, это как дополнительная информация. Ресвератрол у нас содержится в арахисе в достаточно немалом количестве. Вот, еще хотелось бы сказать, что да, орехи также содержат биологически активные вещества, такие как эль-аргинин, ресвератрол, фитостерин, флавоноиды, фенольные кислоты. Короче говоря, огромное количество соединений, которые очень даже полезны для нашего здоровья. Одно из веществ, которое может влиять на состояние наших сосудов, это эль-аргинин. Он содержится в орехах. Эль-аргинин – это предшественник оксида азота. А оксид азота помогает нашим сосудам расширяться. Сосуд расширяется, давление снижается. В общем-то, это один из механизмов, который может объяснять влияние орехов. Кроме того, да, вообще влияние орехов на артериальное давление сильно не доказано. Но предполагается, что кроме эль-аргинина могут влиять и магний, и калий, и кальций. Ну и, кстати говоря, есть и другие вещества, которые обсуждаются. Какие же выводы мы можем сделать из этого исследования? Сердечно-сосудистые заболевания, они, безусловно, являются одной из главных проблем, с которыми сталкивается большинство людей. Если человек долго живет, да, и это хорошо, то он в любом случае в пожилом возрасте столкнется с заболеваниями сердца и с онкологическими заболеваниями в первую очередь. Поэтому, когда мы говорим про правильное питание, мы должны всегда иметь в виду те меры, которые будут профилактировать и онкологические заболевания, и заболевания сердца. Так вот, орехи, они полезны для здоровья сердца. И, исходя из этого исследования, мы можем рекомендовать употреблять орехи достаточно часто. Например, пять раз в неделю, и чаще можно даже их употреблять каждый день. Я вообще рекомендую есть орехи ежедневно в небольшом количестве. Однако, конечно же, если вы раньше никогда не ели орехи, вы можете столкнуться с проблемами, особенно если у вас есть желчекаменная болезнь. Вот, поэтому надо ко всему подходить с умом. Если вы любите орехи и употребляете их, но боитесь, да, потому что думаете, что они приведут к набору веса, то вот как раз-таки в этом случае добавляйте смело орехи, употребляйте их каждый день. И примерно рекомендуемое количество, да, это 20-30 грамм в день. Это норма для большинства людей. Именно такое количество находится в рекомендациях при заболеваниях сердца. Всем спасибо, была рада вашему вниманию.